здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня я снимаю такое экспериментальное первое видео по проверке узора из интернета вот пришла мне такая идея вот смотрите у меня такой вот кардиганчик очень популярный в интернете вот описание нет есть только предложение вот видите по узору узор вяжется из толстой пряжи английская резинка чередуется с рядами простой лицевой вязки ряда 4 5 английской резинки и ряд лицевыми вот такое описание предлагают этого узора и я попробовала и хочу вам показать что из этого получилось потому что очень часто вижу такие как бы моделька и узор к ней вот кстати даже тут комментарии есть что не очень как бы подождите прочитаю прям рисунок теряется вот он действительно теряется у меня получилось три варианта этого узора что я экспериментировала сейчас я вам хочу их просто показать и уже на ваше усмотрение вы уже сами решите какой из них больше похож какой больше соответствует и каким узором можно связать этот кардиганчик вот ну что девчонки делюсь с вами своими экспериментами вот такой образец я связала потому что написано в интернете вот по сути это должен быть вот этот кусочек вот видите то есть здесь у меня пять рядов в английской резинке один ряд лицевой лицевой петлю визнанки вот так вот но выглядит то есть не она это девчоночки на мой взгляд это совсем не она вот видите теряется и тут ряд лицевой не знаю эффект а того которая лав фотографии нет ну вот судить вам вот так вот оно выглядит видите с так этот один ряд лицевой с лицевой стороны вот так далее я вязала, вот видите, вторая часть моего вязания, моего эксперимента я вязала 6 рядов английской резинкой и 2 ряда лицевой гладью вот тут вот этот узор уже на мой взгляд уже более выражен и как бы он чуть-чуть хотя бы проглядывает этот узор, тут мне кажется английская резинка и никаких переходов, никаких этих хотя с изнаночной стороны, опять же, это не двухсторонний узор вот видно эту лицевую гладь 2 ряда вот так вот, так что судить вам в принципе визуально немного похоже но с изнаночной стороны совсем не то, что должно было быть вот и третий мой эксперимент сейчас вам показываю вот он на маленьком кусочке тут я во всяком случае добилась эффекта двухсторонней вязки видите, она и там, и там одинаковая как я ее вязала то есть английская резинка сейчас я вам покажу один ряд, кто не знает то есть лицевую петлю мы провязываем с накидом а изнаночную с накидом снимаем то есть вот весь узор в принципе ничего тут сложного нет для новичков если кто не знает, на всякий случай показываю буквально пару секунд один ряд то есть 6 рядов английская резинка вот такой потом, девчонки, двое спиц нить в два сложения вот смотрите тут я уже просто экспериментировала нить в два сложения спицы три с половиной у меня 6 рядов английской резинкой вот они мои 6 рядов английской резинкой далее, что я делала я разделяла вот эту нить на одну, хотя потом уже мне дошло как бы не обязательно брала тонкие спицы видите, где-то 2 миллиметра и вязала, вяжу два ряда резинкой 1х1 тугенько, чтобы стянуть как бы эту мою английскую резинку чтобы эти два ряда вяжу два ряда чтобы эти два ряда фиксировали как бы этот узор он был такой пышненький но при том не растягивался чтобы достичь как бы попытаться во всяком случае я не говорю девчонке что я достигла результата такого как на картинке но я во всяком случае использовала, испытала, попробовала все способы те которые как бы я вижу для этого узора то есть могу сделать вывод что то что написано там в описании этого кардигана это совсем не тот узор который на картинке вот это я сделала свой вывод вот эти два ряда я вяжу тонкими спицами в одну нить в одно сложение два ряда резиночкой один на один чтобы стянуть этот узор и зафиксировать его как то вы знаете еще думала возможно эти два ряда надо провязать не резинкой один на один а двойной резинкой знаете когда снимается одна петля но сил уже у меня на эксперименты не осталось поэтому показываю эти три варианта судить вам конечно какой из них более похож ну во всяком случае я сделала вывод что то что написано там это совсем не тот узор совсем не тот девчонки я как смогла попыталась его как бы воспроизвести вот видите шесть рядов английской резинки два ряда тугенько теперь опять я перехожу на толстые спицы и вяжу шесть рядов английской резинки во всяком случае этот вариант вот видите эта резиночка немного удерживает форму и этот вариант узора у нас он двухсторонний здесь у меня узелок не обращайте внимание то есть с этой стороны и с этой стороны он одинаковый то есть нигде у нас если отвернется рукавчик все у нас будет везде одинаково вот такой вывод я девчонки сделала покажу вам вот так вот вместе с этим судить вам что что более похоже на тот узор если вам интересен какой-то другой узорчик девчонки посылайте мне ссылочку на узор с интернета как бы модель обычно знаете как модель а и предлагается узор хотя не не всегда не то что не всегда далеко не всегда этот узор соответствует действительности то есть узору на этой модели поэтому будем тестировать будем пробовать будем вычислять эти узорчики и пробовать их вязать мне самой интересно ну вот и все с вами была Вика из школы рукоделия всем пока пока это это не